Здравствуйте! Приветствую всех на очередной лекции по программе TopSolid7. Это очередная лекция из раздела моделирования в деталях. И в этой лекции я продолжу изучать команды, которые позволяют нам модифицировать созданные тела в нашей детали. И конкретно в этот раз я поговорю о команде, которая называется Босс или Бабышка. Итак, эта команда напоминает команду Extrude на самом деле. Как вы заметите, очень многие параметры у них совпадают. Но она не создает новые геометрии, а как раз модифицирует существующие. И для того, чтобы нам воспользоваться этой командой, нам нужно в первую очередь создать какое-то первое тело. Давайте мы создадим какое-то тело, наше первое. Тем же методом Extrude и начнем изучать команду Boss. Итак, если мы запускаем команду Boss, то мы видим здесь, опять же, основное меню и три подменю. Как в случае из команды Pocket, первым параметром в основном меню является выбор тела, который мы будем модифицировать. Поскольку сейчас в нашей детали только одно тело, видите, оно выбирается автоматически. И дальше тоже следуют уже известные нам параметры. Это Section и Direction, то есть выбор контура и направление вытягивания. Поскольку команда Boss также вытягивает вдоль какого-то направления выбранный контур. Контур у нас может быть либо какой-то эскиз, либо фейс другого тела. И для того, чтобы это продемонстрировать, мы можем перейти в режим выбора фейсов. И выбираем любой фейс. Как вы видите, что направление автоматически переключается на выбор, на нормаль к этому фейсу. В принципе, здесь ничего удивительного нет. Вот мы выбрали фейс и режим ограничения, режим вытягивания. У нас стоит сейчас расстояние, и мы на определенное расстояние вытягиваем. И если мы откроем список режимов параметра Limit, мы увидим здесь перечисление всех тех режимов, которые были и в команде Pocket. И частично они присутствуют в команде Extrude. Поэтому я их не буду сейчас так же само перечислять, все последовательно. Поскольку, в принципе, мы их уже изучали. Давайте просто посмотрим, что у нас есть дальше. У нас есть команда Center. То есть мы можем этот босс тоже вытягивать от средней плоскости. Смотрите, если я выберу среднюю плоскость, то в качестве центра у нас текущий эскиз или текущий профиль. По сути, эта команда Boss поглотила наш элемент и создала свой элемент, который сориентирован относительно профиля. Но это только потому, что размер вытягивания у него больше, чем существующая была толщина предыдущего элемента. При больших значениях происходит поглощение. Мы можем видеть существующий элемент и новый. Новую геометрию. И давайте посмотрим, что у нас есть дальше. У нас есть знакомая нам команда Draft, которая создает уклон. То есть это, в принципе, все команды, которые присутствовали в команде Extrude. На самом деле. И OffsetLimit, которая не активна по той причине, что у нас нет плоскости. Давайте мы создадим плоскость для того, чтобы проэкспериментировать. Давайте мы создадим какой-то вот такой элемент. Создадим новое тело, у которого будет такая вот плоскость. И мы сможем теперь воспользоваться командой Plane, допустим. Выбрать до плоскости. И, соответственно, нажав ОК, мы увидим, что у нас тело вытянулось до плоскости. И у нас именно это тело вытянулось до плоскости. Смотрите, если мы поменяем тело вот так вот, мы можем это вполне себе сделать без проблем. И вы видите, что в данном случае эта бабушка, хоть она вытягивалась от этого тела, но она слилась вот с телом номер два, который мы создали второе. То есть здесь выбор и изменение тела, к которому принадлежит данная операция босса, он вполне себе легок и прост. И что у нас есть еще? Еще у нас здесь команда OffsetLimit, как вы помните, позволяет выбрать нам расстояние. И у нас наша бабушка будет не доходить до нашей выбранной плоскости. Причем, смотрите, сейчас получается, что наше тело как бы разрывается, но система позволяет создавать такие тела, как я уже рассказывал, которые визуально разорваны, но по факту Shape 2 представляет собой визуально два тела, но фактически по параметрам это у нас одно тело. То есть система разрешает вот такое вот отображение. И что у нас здесь есть? Еще есть параметр ExtendsBelow. Чтобы продемонстрировать, что это такое за параметр, нужно произвести небольшие дополнительные построения. Смотрите, давайте я сделаю откат. И нам нужно построить эскиз, который находится не на плоскости нашей детали. Поэтому я воспользуюсь Offset плоскостью. И на этой плоскости уже построю эскиз. Неважно, как он будет выглядеть, да? Просто прямоугольный эскиз. И давайте мы вернемся в редактирование нашей команды Boss. И здесь, кроме изменения выбора тела, мы, естественно, можем без проблем менять и профиль. То есть сейчас вместо контора Face я выберу нарисованный скетч, нарисованный эскиз. И, соответственно, у нас превью теперь выглядит таким образом. И я хочу показать, как работает команда ExtendsBelow. Смотрите, если я ее выберу, то наша бабушка произведет вот такое вот прорезание. Почему она именно такое прорезание осуществила, мне сказать сложно. Но в справке говорится о том, что вот эта команда позволяет в обратную сторону вытянуть геометрию до пересечения с телом, которое у нас выбрано. Но почему она перешла насквозь этого тела, мне, честно говоря, сказать сложно. Давайте я попробую выбрать какое-то расстояние. И посмотрим. Сейчас, как вы видите, при параметре расстояния, без проблем, обратный эффект у нас идет только до плоскости. Я подозреваю, что тот эффект, который мы видели изначально, связан с тем, что мы пользовались здесь плоскостью другого тела, а эта плоскость имеет совершенно другую геометрию. И каким-то образом какие-то габариты этого второго тела, оно влияло на это тело, на первое тело. Хотя вот смотрите, сейчас я, так скажем, в другой последовательности. То есть сначала у меня был Extend Bello активирован, а потом я выбрал плоскость. Сейчас мы видим, как бы срабатывает по-другому эта команда. Поэтому, честно говоря, с ней, наверное, надо быть осторожным. Почему я так говорю? Потому что, на самом деле, я ей не пользуюсь. У меня нет привычки пользоваться этой командой. Она, скажем так, как дополнительный эффект. И, допустим, если мне необходимо в таком случае нарисовать бабушку от плоскости, то я для этого пользуюсь другой командой, которая есть в этом же меню. Как раз давайте ее сейчас рассмотрим. На самом деле, это подменю называется Reference Plane, и вы его уже помните. Оно позволяет, как и в команде Pocket, выбирать плоскость, от которой начинался в том случае вырез, а в данном случае бабушка. И без проблем мы можем плоскость, там, где нарисованный скис, поменять вот на эту плоскость. И в этом случае получается то же самое. Единственное, что, если мы в режиме находимся высоты, то здесь уже играет роль. Потому что, смотрите, сейчас, когда я указал эту плоскость, то отсчет расстояния производится уже от этой плоскости. А в этом случае он производится от этой плоскости. Поэтому, если речь идет о том, что необходимо отсчет производить от этой плоскости, а при этом замкнуть это пространство, тогда вот Extend Below может помочь. Но, опять же, видите, у нее был какой-то странный эффект, который я не сразу понял, с чем он связан. Но, тем не менее, можно вместо этой кнопки пользоваться и вот этим режимом. Вот так вот это будет работать. Вполне себе тоже вот эта команда очень удобная, очень юзабельная. Она позволяет реально какие-то вещи делать быстро и удобно. Итак, давайте рассмотрим дальше, какие параметры есть в операции BOSS. И мы перейдем на второе подменю, которое называется Blend and Filters. На самом деле, с этим мы тоже сталкивались. И в команде Pocket, вы помните, что это подменю, она генерирует либо фаску, либо скругление на кромках, которые получаются в команде BOSS, которые получаются на стыках новой и старой геометрии. То есть, в данном случае сейчас вот это вот кромки новые, они не будут затронуты. А вот эти кромки, они и на стыке старой и новой геометрии. И вот это вот подменю активирует механизм, который как раз затрагивает эти кромки. И давайте мы начнем с Chamfer. Да, Chamfer это фаска, она требует нам, значит, ввести размеры фаски по вертикали и по горизонтали. Давайте мы отвезем 4х4, и мы увидим, что у нас здесь возникла фаска. Причем, как вы видите, что здесь у нас одна плоскость возникала, поэтому здесь естественно никаких фасок не возникает. Вот в этом случае фаска возникла. То есть, такое основание у нашей бабушки появилось. И, соответственно, мы можем сделать и скругление. Поставим 6 мм скругления, и мы видим вот такое вот скругление. Причем, как вы видите, здесь прямо уже добавился эффект Round Corners. Если мы его отключим... Нет, у нас Round Corners эффект добавляется вот здесь. Только лишь. А вот здесь, соответственно, у нас получается вот такое вот скругление. Хитрое, да? Которое у нас как-то ломает нашу деталь. Поэтому я бы не назвал в данном случае хорошим решением применять эту вот команду здесь. То есть, оно какое-то дает, скажем, неуправляемое решение. По-моему, гораздо проще отдельно. Потом в будущем будем рассматривать мы отдельно, естественно, фаски и скругления. А здесь в данном случае это уже встроенный механизм. Но он при этом, я бы не сказал, что хорошо работает. Поэтому, опять же, в каких-то случаях, наверное, можно, типа Chumper, пользоваться, да? А в каких-то, наверное, не стоит. Поэтому, ну, на ваше усмотрение, естественно. Вот так вот работает эта команда. И последнее меню. Оно определенные там параметры какие-то активирует. Фасты, чек-резвы, про которые я жду, что я ими не пользуюсь. Не знаю, какая реакция на них. Поэтому я о них не буду говорить. Вот эти команды, которые мы сейчас видим, да? Reference Plane и набор этих команд, они, в принципе, актуальны и реально используют. Да, и они позволяют создавать эту бомышку. Как вы видите, бомышка у нас, в принципе, в одну сторону только работает. Но вот есть параметр Extend Below, который в некоторых случаях позволяет у нас в другую сторону работать. Ну, естественно, конечно, я добавлю, что можно выбирать свое направление, да? То есть мы можем выбрать направление вдоль какой-то кромки, да? И вот бомышка в данном случае будет работать вот таким образом. И опять же, смотрите, интересный эффект создался. Когда я выбрал направление вот такое и выбрал Reference Plane, то мы видим, что Reference Plane у нас отдалился на расстояние вдоль этой оси. То есть между теми плоскостями, то есть плоскость эскиза и плоскость, которую я выбрал, определенное расстояние. И вот это расстояние он отложил вдоль оси. Поэтому визуально, сейчас, когда я выбрал эту Plane, то визуально у нас, на самом деле, видите, не доходит эта бобышка до нашей плоскости. И это, кстати говоря, ну, как-то очень странно, скажем так, да? Поэтому в данном случае как раз команда Extend Below, она реально решает. Она позволяет нам, независимо от направления, опустить нашу бабушку, да, вплоть до нашей геометрии. Поэтому вот такие вот эффекты, которые нужно тоже иметь в виду. Ну, и, наверное, я на этом закончу, потому что команда довольно простая. Все остальное, это ваш опыт с ней уже будет вам подсказывать, когда лучше применять, какие параметры. Как удобнее и эффективнее пользоваться теми или иными командами в наборе, которые присутствуют в меню этой команды. Я надеюсь, вам понравилась эта короткая лекция. Не забывайте смотреть обновления на сайте top47.ru И до новых встреч!